О чем могут рассказать ученым геномы последних неандертальцев, что у них и у Денисовского человека был общий предок, а также они неоднократно вносили свои геномы в ранних людей и не только. Это очень интересная тема, которая помогает понять, какими были последние годы жизни близких нам видов, а также какое влияние они оказали на первых представителей человека разумного и в целом на современных людей. Хоть реальная картина и отличается от художественных фильмов, как к примеру фильм французского режиссера Жака Малатье 2010 года, но ученые с каждым годом получают все больше информации, используя современные технологии. На данный момент не так много данных о генетическом разнообразии неандертальцев, но исследователи из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка в Лейпциге упорядочили геномы пяти неандертальцев, которые жили между 39 и 47 тысячами лет назад, тем самым увеличив количество информации, которой не хватало в основном из-за плохой сохранности останков и сильной их загрязненностью микробной и человеческой ДНК. Для решения этой проблемы ученые использовали раствор гипохлорита, который преимущественно удалял загрязненную ДНК. Останки поздних неандертальцев, мужского и женского пола, которые участвовали в исследовании, были из пещер Спи и Гое в Бельгии, пещеры Мизмайская на Кавказе в Краснодарском крае, а также из пещеры Лекот на французском острове Джерси и пещеры Виндия в Хорватии. Эти поздние неандертальцы довольно тесно связаны генетически с неандертальцами, которые внесли свой геном в современных предков человека, в отличие от более древних неандертальцев из Кавказских гор и Алтая. Помимо этого генетическое сходство поздних неандертальцев предсказуемо по их географическому местонахождению, что также указывает и на то, что текучесть населения с замещением была и на Кавказе и в целом по всей Европе в конце истории неандертальцев. Интригует ещё и тот факт, что четыре из пяти неандертальцев жили в Европе в тот период, когда там уже жили Homo sapiens. И у этих неандертальцев не обнаружены генетические следы современного человека. Поэтому можно предположить, что гены передавались только в одностороннем порядке от неандертальцев к человеку разумному. Также было определено, что у поздних неандертальцев с сибирским индивидом был общий предок около 150 тысяч лет назад, до того, как они разделились на отдельные популяции. Также были исследованы связи неандертальцев с денисовцами. Денисовский человек населял районы от Сибири до Юго-Восточной Азии и Меланезии, к примеру, современные меланезийцы и австралийские аборигены несут около 3-5% ДНК денисовцев. Также оценки учёных согласуются с более ранними исследованиями, в которых сообщается, что неандертальцы и денисовцы разделились около 400 тысяч лет назад, но на данный момент каких-либо останков общего предка не обнаружено. Также жаль, что пока нет генетических данных по флоренскому человеку или хоббиту. Интересно было бы узнать, как они связаны с денисовцами и неандертальцами, ну и современными людьми, естественно. Также пока не ясно, по каким причинам популяции неандертальцев перемещались на большие расстояния и заменяли предыдущие популяции. Возможно, это связано с изменением климата и миграцией животных, как, к примеру, мамонтов и медведей около 60 тысяч лет назад, потому как с медведями они в значительной степени конкурировали. Также очень интересно и то, что более 100 лет назад неандертальцы и сапиенсы были признаны учёными как два разных вида, основываясь на анатомии и культуре, а недавно и денисовцы также пополнили ряды видов людей. Но тот факт, что неандертальцы, денисовцы и сапиенсы спаривались с последующим рождением потомства, заставляет задуматься, насколько это разные виды. Хотя, с точки зрения генетики, они отличаются. Но скрещивание различных групп по всему миру способствовало генетическому разнообразию современных людей и, судя по всему, это только начало и будет ещё много интересных данных, потому как на данный момент не так много проанализировано генетического материала неандертальцев. К тому же современные реалии заставляют научные институты в буквальном смысле бороться за останки, конкурируя между собой. Получается, что в настоящее время выражение как собака на сене подходит к многим научным заведениям. А как вы считаете, можно ли в современных реалиях вывести науку за рамки частной собственности и сделать её более доступной? Потому как даже чтобы прочитать эту статью, необходимо заплатить 5 долларов или оформить подписку за 200 долларов. Хотя я пока нахожу и другие способы, если честно. А для желающих поддержать канал монетой, на вкладке о канале есть доступные реквизиты. На этом благодарю за внимание и жду ваших комментариев.